Класс, ну всё, идём. Куда идём? Всем привет! Сегодня я хочу сделать макияж на День Святого Валентина, но немножко поменять концепцию, потому что каждый раз, когда я готовлю макияж, я думаю, что я ещё не делала, что можно сделать по-другому, и буду ли я в этом году делать розовый, или зелёный, или фиолетовый, или классический, стрелки, красные губы, короче. В этом году для того, чтобы решить задачу относительно того, какой макияж сделать, я решила в это уравнение подключить мужское мнение, и я спросила своего мужа, вот как он представляет идеальный макияж на День Святого Валентина. Давайте его послушаем. Не могу, конечно, говорить за большинство, но мне кажется, что всё, во-первых, зависит от возраста, конечно же. Понятно, что от предпочтений мужа парня. И я, кстати, эти фотографии ещё не видела, потому что я его попросила их подготовить, но я хотела, чтобы у меня было первое впечатление, а потом уже я, исходя из того, что я увижу, подготовила косметику, которая мне, возможно, понадобится, и уже с вами тогда будем там дальше сами разбираться. По моему вкусу, в принципе, я подобрал такие макияжи, понятно, что вечерние, что-то классическое, но и в то же время очень как бы... Яркое, броское. Броское и, может быть, даже немного вызывающее. Кто бы сомневался. Ух! Ну, это просто макияж Анжелины Джоли. Классика жанра. И, кстати, ты обратил внимание, у неё полностью матовые глаза, естественно, длиннющие ресницы, всё как Никита любит. Красные яркие губы, причём такие более глянцевые, скульптурирование. Но основное лицо, в принципе, матовое. Здесь нет какого-то сильного блеска. О, это макияж Кэрен. Ну, здесь опять-таки мы видим красные губы. То есть, в принципе, ты хочешь красные губы, правильно я понимаю? Ну, я хочу, да, то есть, достаточно броский момент такой элемент. Мне нравится это как раз на губах. Ну, это, в принципе, то же самое, что и первый вариант, только с совсем такими нюдовыми губами матовыми. Потому что, по сути, глаза абсолютно такие же, как в первом макияже, только нюдовые губы. Ну, и последний мой пример. Ну, это уже просто вообще, вот действительно, ты подобрал здесь макияжи, которые, вот, наверное, в школе, когда учат визажистов, вот это берут под классику. Первый, это классический, просто такой, как бы, гламурный макияж, вечерний. А вот это классическая стрелка. Здесь у девушки совсем слегка выделены глаза, каким-то коричневым тоном, но акцент весь на стрелку и опять красные губы. В общем-то, как мне кажется, я тебя хорошо поняла, но это больше классический макияж, красные губы, какие-то не очень броские, яркие тона на глазах. Давайте выполнять. Ну, я удаляюсь. Всем пока. Любите друг друга. Так, мы с вами остались одни, и теперь настало время творить. Я начну с подготовки века, нанесу немного консилера от Clinique, который называется Line Smoothing Concealer, и закреплю его минеральной вуалью от Annalie. Чем больше я рассматриваю этот макияж, тем больше он мне напоминает гамму, которая находится в палетке LORAC PRO. Первым я возьму оттенок Taupe, и этот оттенок я буду наносить с помощью растушевочной кисти, абсолютно по классике. Там у нее, в принципе, этот оттенок заведен вот так вот по складке века, и останавливается где-то приблизительно на 2-3 века, от внешнего уголка, если мы будем считать. В этом макияже форма совершенно не вытянутая, более такая даже округлая, поэтому я сюда не буду слишком задирать этот оттенок, а больше буду именно вот так вот глаз огибать своей тушевкой. Теперь из палетки Too Faced Natural Matte я возьму оттенок Cashmere Bunny, потому что этот как-то мне выглядит слишком плоско, мне хочется чем-то его хотя бы продублировать, добавить ему какой-то глубины, что ли. То есть вот если просто взять один вот этот оттенок, а потом сразу перейти к темному, то как-то будет плосковато, мне кажется. То есть я люблю, когда наслаиваются оттенки, тогда формируется какая-то глубина. Теперь я решила взять оттенок Sable, потому что все-таки вот я так рассматриваю, немножко тепла в этом макияже есть, особенно вот в этой вот части, вот где-то вот здесь вот приблизительно, у нее проглядываются прям такие теплые тона, и я хочу вот Sable добавить, тем более, что он не такой уже прям рыжий теплый, он мне кажется как раз должен добавить то, чего сейчас не хватает, потому что сейчас этот макияж выглядит слегка холодным, прям таким холодным коричневым. И теперь я возьму самый темный коричневый под названием Espresso. Я не буду поднимать его высоко, буквально вот здесь вот во внешнем уголке остановлюсь с нанесением, а потом просто слегка растушую выше, потому что опять-таки я не вижу у нее сильно темной растушевки. Теперь на все подвижное веко я нанесу оттенок Heaven. Мне этот оттенок в Too Faced палетке понравился больше, потому что он не такой белесый в ларак, он более такой белый какой-то, а здесь он немножко более как кремовый. Что еще я рассмотрела на этой фотографии, так это то, что у нее по ресничному краю очень тонко нанесен карандаш и растушеван тенями тоже темно-коричневыми, поэтому я сейчас сделаю то же самое. И я буду использовать карандаш от Colourpop в оттенке Brue Ha Ha. С растушеванным карандашом самое главное не переборщить, потому что карандаш на самом деле, когда наносите, кажется, что вы совсем ничего не нанесли, буквально точечку поставили или какую-то маленькую линию сделали, а потом просто когда вы начинаете растушевывать карандаш, он у вас растушевывается чуть ли не до брови, поэтому наносите совсем слегка, а потом кистью доводите и смотрите вообще, что у вас получается. Нравится ли вам то, что у вас получается или нет? Нужно добавить или нет? Обязательно нужно хорошо прокрасить межресничное пространство, а по веку уже просто тонко тенями пройтись и не наносить сам карандаш именно на века. По крайней мере, с моей формой глаз мне этого будет точно достаточно, потому что иначе я могу переборщить. И по этой стрелке я сейчас пройдусь вот этим самым темным оттенком из палетки Viseart Petit Pro. И для того, чтобы слились границы, той же маленькой кистью наберу оттенок эспрессо и соединю это с тушевкой, которую я делала просто тенями, без карандаша. Особенно это актуально для внешнего уголка глаза. Так, как мне кажется, получается очень даже похоже. И перед тем, как я приступлю уже к нижнему веку, мне нужно сначала частично оформить лицо, то есть нанести консилер. И перед тем, как я буду наносить консилер, я хочу тоже нанести праймер. У меня появилось два новых праймера от Annalie. Я вам рассказывала, что у них должны выйти новые праймеры. И вот они. Мне очень хочется их попробовать. Один из них корректирует красноту, а также борется еще с сосудистой сеткой. То есть если вы будете пользоваться этим праймером на регулярной основе, через время вы можете заметить, что сосудистая сеточка становится светлее. И второй праймер, который вот я сейчас очень хочу попробовать, это увлажняющий и разглаживающий. Вообще это два понятия, которые я больше всего ищу как раз таки в праймерах, чтобы он сглаживал текстуру и увлажнял кожу. Вообще состав у этих праймеров просто фантастический. Вот чем мне нравится компания Annalie, это тем, что они создают продукцию, которая мало того, что имеет декоративный эффект, так она еще и имеет какие-то ухаживающие свойства. Аромат у этого праймера очень легкий, очень приятный, прям в моем вкусе. И вот такими характеристиками обычно заморачиваются супер премиум класса бренды в стиле Ламер, Лапурери, Сисла и так далее. То есть, что это не просто декоративная косметика, это еще и уход. А здесь, по сути, то же самое, только за гораздо меньшие деньги. И в составе действительно хорошие ингредиенты, активные компоненты, которые реально работают, а не просто как маркетинговый ход. Так как я именно этот праймер использовала впервые, что могу сказать по поводу первых впечатлений? Лицо очень приятное на ощупь, и действительно чувство увлажненности и даже напитанности кожи появилось. Что касается заполнения и разглаживания, это более легкий эффект, чем от заполняющих праймеров на основе силикона или вот даже того же праймера Blur Stick. Этот прям конкретно все поры заполняет и сильнее сглаживает текстуру. Этот не настолько разглаживает текстуру, но тем не менее у меня появилось ощущение такого как гладкого на ощупь лица. Хотя здесь нет ни силиконов, ничего такого, что создает вот этот искусственный эффект гладкости. Под глаза я хочу нанести консилер Clorans в первом оттенке. И пока он у меня не скатался, в морщинки не запал, закреплять я его буду той же пудрой от Annalie, которой я закрепляла консилер от Clinique. Я буду повторять тушевку на нижнем веке теми же оттенками, то есть Taupe, потом Sable, потом Espresso. Теперь вот так вот буквально между ресницами я буду наносить тот же коричневый карандаш. И у нее прям вот эта полоса видна даже между ресницами, которая потом слегка растушевана. Я не буду заводить эту линию настолько глубоко, насколько у нее, потому что у меня и так в принципе маленькие глаза, поэтому если я их закрою еще больше, то это мне никаких одолжений не сделает, а сделает только наоборот хуже. И не забудьте в таком макияже обязательно соединить верхнее и нижнее века, и как я это делаю, то есть довожу до конца, а потом даже вот так вот плоскостью растушевываю между верхним и нижним веком. Самое время сейчас накрасить ресницей, и мне осталось тоже наклеить накладные ресницы. У нее это что-то очень такое вытягивающее, то есть во внешнем уголке они явно у нее длиннее, чем во внутреннем уголке, и я думаю, что для этих целей мне идеально как раз подойдут ресницы от Ardell, которые называются Whispies. Пора приниматься за макияж лица, и вы знаете, вот если еще полностью матовый макияж глаз, то я здесь ничего против не имею, но полностью матовый макияж лица... В особенности я не люблю матовый макияж лица, потому что я ненавижу это чувство сухости и стянутости кожи, а обычно все матовые тональные основы именно такое чувство мне и дают. Я порылась у себя в коллекции тональных основ, и самые такие более-менее приемлемые варианты для меня были, это тональная основа от Fenty, и тональная основа от Maybelline, которая Super Stay. Я решила выбрать Maybelline, потому что Maybelline мне нравится гораздо больше, по крайней мере на своем лице, потому что Fenty, ну прям совсем все соки у меня вытягивает из кожи. Единственное, что меня сейчас успокаивает, это то, что у меня увлажняющий праймер снизу, поэтому я надеюсь, что вот это чувство сухости не придет ко мне как минимум первую половину дня. Хайлайтера у нее на лице я вообще никакого не вижу, хотя может показаться, что есть вот эти вот блики, но это все от света, который стоит в студии, там где ее фотографировали, а лицо у нее здесь просто полностью матовое, я это вижу потому, что вот здесь вот на вот этой части скулы вообще ничего не нанесено, то есть у нее просто очень тяжелое такое скульптурирование лица, но я хочу немножко все-таки хайлайтер нанести, максимально деликатного, который только у меня есть в коллекции, и я возьму палетку от Hourglass, здесь вот есть посерединке оттенок, который называется Incandescent Light, и вот это просто настолько деликатный хайлайтер, что он будет вживую создавать вот тот эффект, который создается вот этим искусственным освещением студии. Для того, чтобы повторить ее скульптурирование, я буду использовать три продукта, первым будет палетка от Revolution Renaissance Glow, и так как он среднего тона, то есть он не слишком выразительный, это будет первое, что я буду использовать. И для начала я наношу его под скулу и формирую своего рода форму скулы, то есть не просто делаю полоску, а от вершины уха вот так вот как огибаю скулу. Следующим шагом я возьму палетку от Gouche, и здесь я буду использовать вот этот вот бронзер, потому что у нее также есть еще и тепло на лице, то есть если посмотреть, у нее зона вот здесь вот, и вот здесь достаточно теплая, поэтому я возьму здесь кисть побольше, нанесу сюда этот бронзер, пару раз стряхну кисть, и в основном я буду пользоваться им вот как раз таки вот в этой зоне. И потом слегка вот где-то вот уже остатками я прохожусь вот здесь вот. По подбородку я пройдусь в Makeup Revolution, потому что он более мягкий и не такой теплый. И теперь мне осталось максимально выделить скулу, потому что у нее вот здесь вот прям очень жесткое скульптурирование. Для этого я возьму Nes Cosmetics оттенок Bare Skin. На небольшую кисть буквально вот так вот слегка набираю, и вот прохожусь именно вот в этой впадине этим оттенком, и растушевываю. А брови я сделаю абсолютно как обычно. У нее, в принципе, они тоже достаточно стандартно оформлены. Для этого я буду использовать карандаш от Colourpop оттенок Dark Brown, карандаш от Vivienne Sabo в третьем оттенке, и тонирующий гель от Relay в оттенке номер 3. С губами мне вообще нельзя облажаться, потому что это, судя по всему, самое главное, что и привлекало во всех этих макияжах. То есть очень выразительные, яркие, дерзкие такие губы. И вот я здесь делала несколько свочей, потому что губы там не матовые. Мне подойдет сначала помада от Colourpop в коллаборации с I Love Sarai, кстати говоря. Называется она Arriba. А потом совсем слегка для блеска на центр губ я нанесу помаду от Avon Mark. Оттенок этот называется Red Hat. Но сначала, естественно, я еще сделаю контур с помощью карандаша Colourpop оттенок Bassey. И вот как выглядит эта помада сама по себе. Теперь давайте добавим блеска. Как мне кажется, у меня получился немного более вамп вариант, потому что на фотографии помада более ярко-красная, не такая глубокая и не такая кровавая. Но как бы там ни было, сейчас, мне кажется, самое время позвать Никиту и спросить у него, насколько хорошо я справилась. Да, очень красиво. Похоже? Похоже, да, очень. Класс. Ну все, идем. Куда идем? В ресторан. Есть какие-то замечания, может быть, что-то... Чвет помады как будто более такой розовый, но... В смысле более розовый? Ну он какой-то ближе не к красному, а какой-то он другой чуть-чуть оттенок уходит. Вот, то есть более такой кровавый, наверное, что-ли, был на тех фотографиях. Наоборот, на той фотографии он был менее кровавый, а я сделала более кровавый. Вот, посмотрите. Ну как-то оно отличает. Ну хотя, да. Ну в целом доволен? Да, конечно, очень красиво. Глаза похожи? Да, очень, очень похожи. Класс. Помада отпечатывается. Ну вот, собственно, все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны, обязательно присоединяйтесь к нашему сообществу. Это можно сделать, нажав на круглую конку вот здесь. Также я вам оставлю здесь еще несколько видео, которые вы можете посмотреть. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.